Наши вам кубическое здрасте, а у нас сегодня небольшой юбилей, 25 выпуск блога. К этому моменту канал успел набрать более 50 тысяч просмотров и более 800 подписчиков, но ведь это не предел, правда? По этому прекрасному поводу сегодня я решил убрать ведущего. Ладно, ладно, шучу, конечно, но изменения все равно будут. Начиная со следующего выпуска, больше не будет этой длинной 20-секундной заставки в начале. Поэтому давайте насладимся и посмотрим ее в последний раз. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. А от всего остального прекрасно помогут помидоры. Вот они, мои хорошие, вот они. Именно о помидорах сегодня и пойдет речь, да не о простых, а о настольных. На русском языке официально выпущено The Big Fat Tomato Game, или Помидорный Джо. Игра упакована в красочную жестяную коробку, в которой все прекрасно. Разве что иногда бывает очень сложно ее открыть. Внутри все компоненты вложены в органайзер. А вот и главная гордость игры – маленькие пушистые помидорчики. Да, я знаю, что это звучит... странно. В общем, мешаем колоду, замешиваем карту рынка с нижними 10-ю картами, раздаем каждому игроку по 5 штук, и можно начинать игру. Ах да, надо еще не забыть взять по корзине. В правилах игры указано, что начнет игру тот, кто лучше всех изобразит спелый помидор. Затем ходы идут по часовой стрелке и делятся на несколько фаз. В первой игрок набирает карты до 5, если у него их, конечно, меньше. Во второй фазе игрок может либо сыграть одну карту забора, либо избавиться от карты вредительства. Здесь все интуитивно понятно. Тяпка спасает от церняков, химикаты убивают вредителей и так далее. Проблема в том, что за один ход можно сыграть всего одну такую карту. Защитил огород? Собери урожай! Игрок кидает два кубика, складывает результаты на них и кладет в свою корзину столько же пушистых помидорчиков. Собрал урожай? Навреди соседу! В этот момент можно разыграть с руки одну карту вредительства. Можно заселить огород противника вредителями или сорняками, запустить крота или выжиг кетчуп. На томатной войне все средства хороши. Кидайтесь помидорами, пинайте корзины, отвлекайте врага налетающих бегемотов. Господи, да хоть нашествие помидоров зомби устроите! Субтитры создавал DimaTorzok Наконец, перед тем, как передать ход другому, можно сбросить любое количество карт с руки. Все равно потом добирать до пяти. Также один раз в любой момент хода можно сыграть любую специальную карту. Они дают игроку ощутимые преимущества. Например, позволяют удвоить урожай или нырнуть в компостную кучу. Ну, то есть найти и забрать из сброса абсолютно любую карту. Не стоит забывать и о картах немедленного действия, которые позволяют даже вне своего хода реагировать на действия противников. А теперь о главном. Как только игрок считает, что в его корзине набралось 20 или более помидоров, он может в любой момент своего хода высыпать их и пересчитать. Если он прав, то эти помидоры отправляются на его склад и превращаются в победные очки. А вот если томатов оказалось меньше 20, все они сгорают. Как только из колоды будет вытянута карта рынка, игра подойдет к концу. Все игроки подсчитывают помидоры на своих складах и, набравший максимум, объявляются самым успешным фермером. Помидорный Джо просто неожиданно прекрасная игра для 2-5 игроков. У авторов получился эдакий помидорный манчкин. Это видно и в оформлении, и в правилах, и в самом процессе игры. Она ну просто предельно несерьезная, при этом очень и очень веселая. Партии прилетают нереально быстро, а игра сразу же превращается в самую настоящую овощную войну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok